В мире отметили Международный день без пластиковых пакетов. В нашей стране проблема переработки мусора, в том числе пластика, не решается годами, сетуют экологи. Что они предлагают? И правда ли, что каждый год Казахстан производит по 100 тысяч тонн пластиковых отходов, расскажут наши корреспонденты. Ежегодно в мире используют до 5 триллионов пластиковых пакетов. Учитывая, что разлагаются они сотни лет, во всем мире их пытаются запретить или хотя бы ограничить. К примеру, Новая Зеландия первой в мире запретила продавать тонкий пластик и мешочки для фруктов и овощей. В Казахстане, по данным Ассоциации переработчиков вторичного сырья, есть серьезные проблемы с переработкой пластика, который просто вместе с остальным мусором закапывают в землю. Отходов очень много. Я вам цифры называл уже, да, 100 тысяч тонн пластика. Но их физически мы не видим, но мы знаем, что они образуются. А они где? Они, скорее всего, под землей где-то, потому что мы достать до них не можем. Вот поэтому мы должны здесь, должна быть цепочка. Вот те, кто собирает, те, кто формирует, сборщики. Решать проблему нужно на законодательном уровне, считает эксперт. Создать законы, чтобы людям было выгодно работать, создать налоговые льготы и пригласить инвесторов, чтобы у них была заинтересованность в переработке отходов. Ведь из переработанного пластика можно сделать что угодно. Пока же в нашей стране проводятся экологические акции. Активисты очищают территорию, но вопрос, надолго ли? По городу собрано более 200 тонн, по области у нас более 3000 тонн мусора собрано. Патриотизм, во-первых. Во-вторых, у нас трудолюбие, воспитание трудолюбия, особенно молодежи. Спуститься к пляжу, там очень грязно. Никому не будет приятно сидеть даже. Мало кто будет приезжать, даже, например, туристы, ну не туристы, но кто-нибудь приедет, например. Не знаю, ну мне кажется, ну я призываю всех не мусорить. В Казахстане на сегодня около 15 переработчиков пластика, но они просто измельчают бутылки. Хотя в соседнем Узбекистане, например, из него делают синтепон, говорят экологи. Помимо поддержки бизнеса, нужно обучать население и создавать инфраструктуру. Ситуацию могут улучшить фандоматы по приему упаковки. Взамен тары они и выдают бонусы на покупки, либо деньги. Сумма обычно небольшая, но воспитание экологической ответственности роль играет. Эльмира Иржанова, Замат Кубегенов, Инфорум Бюро, Активе.